Коронарография Коронарография – один из эффективных способов исследования коронарных артерий сердца. Коронарография остается золотым стандартом в диагностике ИБС. Данный метод исследования позволяет определить точные детали анатомического строения всего коронарного русла. Показаниями для проведения коронарной ангиографии является доказанная ишемия миокарда. Для этого до проведения коронарографии традиционно пациенту выполняются различные неинвазивные нагрузочные тесты, с помощью которых удается подтвердить наличие ишемии. И тогда мы выполняем коронарографию и уточняем анатомическое расположение или анатомическую локализацию патологического процесса. Другим важным показанием является острый коронарный синдром, когда коронарография выполняется по экстренным или срочным показаниям. В связи с тем, что у человека происходит обтурация, окклюзия тромбом коронарного сосуда, питание внезапно сердца прекращается, то есть, возможно, через какое-то время уже разовьется инфаркт миокарда. Коронарография – инвазивный метод, выполняемый в условиях рентгеноперационной. Врач-хирург выполняет прокол лучевой или бедренной артерии, через который проводит тонкий катетер к сердцу под рентген-контролем. Через катетер вводится контрастное вещество, целиком заполняющее просвет и позволяющее увидеть структуру артерий на рентгеновском снимке. Коронарографию различают по видам доступа – через лучевую артерию, через бедренную артерию. Если мы будем говорить о пациенте с острым коронарным синдромом, то таким пациентам предпочтительно, рутинно выполнять ангиографию через лучевой доступ, потому что пациент получает большие дозы крови сжижающих или антиагрегантных препаратов. Риск кровотечений послеоперационных, он, конечно, на такой мощной терапии возникает. И в этом случае мы используем лучевую артерию, потому что она более меньшего диаметра, она удобна для пережатия. И, в принципе, кровотечений из лучевой артерии, ну, их частота, она минимальна. И самое главное, что пациент после, допустим, нескольких часов наблюдения, это 2-3 часа наблюдения, может встать и вести нормальный образ жизни в этот же день. Этого невозможно достичь при бедренном доступе. Как я уже говорил, что артерия крупная, хоть даже мы и используем средства для механического гемостаза, то есть ушивающие устройства специальные, несмотря даже на это, мы все равно накладываем давящую повязку пациенту и просим его до следующего утра лежать. Субтитры создавал DimaTorzok